Уроженец Гомеля, стример Мелстрой, продолжает выдавать контент. В Беларуси предлагают увеличить сумму возмещения, если молодой специалист не отработал положенный срок. А еще в белорусских школах появятся факультативы по танцам. Учить будут пяти направлениям, от кадрили до брейка. 14 февраля на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Площадь и мосты. Сильные новости вспомнили самые грандиозные стройки и ремонты, которые разворачивались в Гомеле в минувшие несколько лет и меняли город. Так уже в мае планируют открыть свои двери бассейн «Дельфин». На стройплощадке вырос железобетонный каркас здания. Отлиты две чаши, сделана черновая разводка инженерных сетей. На 50% выложены перегородки и установлены оконные проемы. Продолжается укладка плоской кровли. В целом запланированные работы выполнены почти на 60%. А сильные новости решили совершить небольшой исторический экскурс и вспомнить о самых значимых и грандиозных стройках и ремонтах, которые разворачивались в городе за последние несколько лет. Давайте немного поностальгируем. Читайте материал сильных новостей. Ссылку на него мы оставим в первом комментарии под этим видео. Уроженец Гомеля, стример Мелстрой, продолжает выдавать контент. Еще вчера сильные новости писали о том, что Андрей Бурим разыскивается в России по уголовному делу, заведенному в Беларуси. Сообщалось, что парень уклоняется от призыва. В нашей стране это грозит двумя годами тюрьмы. Сам Мелстрой долгое время был в Москве, а затем переехал в Дубай. Но и там у него надолго остаться не получилось. Есть информация, что в Дубае стример у себя в сторис оскорбил мусульманина, назвав его животным. Там к подобным вещам относятся очень серьезно. Пострадавший написал заявление в полицию и призвал своего обидчика извиниться в соцсетях. Но стример извиняться не захотел и оперативно уехал в Турцию. А вам слабо? Жлобинчанин установил мировой рекорд в гиревом жиме. Летом прошлого года сотрудник БМЗ Андрей Фисенко впервые поучаствовал в соревнованиях по пауэрлифтингу. Тогда на Кубке Содружества собрались спортсмены из Беларуси, России и Казахстана. Именно здесь заводчанин попробовал свои силы, хотя стать лучшим не получилось. Но азарта Андрею было не занимать. Усиленные тренировки дали свой результат. В весовой категории до 125 кило. За пять минут Андрей поднял две гири 133 раза. Вес каждой из них при этом составлял 24 килограмма. Такой результат стал мировым рекордом дисциплине белорусский гиревой жим. В прошлом году Беларусь установила новый рекорд по экспорту в Россию. Об этом сообщил посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой. Так, за 2023 белорусский экспорт вырос на 9,1%, достигнув исторической цифры в 25 миллиардов долларов в эквиваленте. Дипломат похвалил Могилевскую область за развитие оптово-распределительного центра Приморский на Дальнем Востоке, где работают уже 13 белорусских производителей, поставивших товаров на 4 с лишним миллиона долларов. Еще он обратил внимание на успехи по сотрудничеству с Газпромом в газификации российских регионов. Посольства заметили, что Росатом, Ростех и другие представители российского бизнеса готовы финансировать импортозамещающие проекты под свои нужды. Министр образования предложил увеличить сумму возмещения при неотработке. По его мнению, это поможет закрепить молодых специалистов. На вчерашней встрече у Александра Лукашенко, министр образования Андрей Иванец, внес предложение, как закрепить молодых специалистов на рабочих местах после вуза. Одна из них заключается в том, чтобы увеличить суммы возмещения средств при неотработке. Цитата. «Предлагаем кратно повысить сумму возмещения молодым специалистам в случае неотработки по распределению, а в каких-то случаях, может быть, полностью уйти от возможности возмещения задрат на учебу. Потому что, окончив университет, ты должен стать специалистом, а для этого минимум два года ты должен отработать по своей профессии», — сказал глава ведомства. Андрей Иванец также подчеркнул, что по отдельным специальностям, возможно, имеет смысл рассмотреть увеличение сроков отработки молодыми специалистами, в том числе и целевикам. В белорусских школах появятся факультативы по танцам. Учить будут в пяти направлениях. От кадрили до брейка. Программу, которая опубликована на национальном правовом интернет-портале, утвердил министр образования Андрей Иванец. Школьники смогут выбрать классический, историко-бытовой, народно-сценический, бальный либо современный танец. При этом ученики не только будут отрабатывать элементы того или иного направления, но и знакомиться с историей, костюмами разными стилями. По каждому направлению уже сформированы программы для учеников со 2 по 9 классы. Уроки могут быть организованы один или два раза в неделю. Для каждого факультатива предусмотрены контрольные занятия раз в полгода, а в конце учебного года — отчетные концерты. Ну а почему бы и нет, если хочется? Проведенный опрос показал, что более трети белорусов заводят романы на работе. В онлайн-опросе сайте Работа.Бай поучаствовали 1685 человек, почти 70% из которых трудоустроенные. Большая часть респондентов — это люди наиболее активного трудоспособного возраста. И более 56% опрошенных ответили, что наблюдали романы между коллегами. 33% признались, что у них был опыт романтических отношений с коллегой. 66,5% скрывали свой роман на работе. Почти треть респондентов рассказала, что служебный роман стал для них проблемой. Кому-то приходилось увольняться и искать новую работу, а кто-то ограничился переходом в другой отдел. Респонденты отметили, что служебные романы имеют такие негативные последствия, как накал страстей в коллективе, злоупотребление служебными полномочиями, смешивание личных и профессиональных интересов, а также отсутствие личного пространства, когда влюбленные проводят друг с другом чуть ли не сутки напролет. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.